Не, вы уж давайте сразу поднимать настроение. Страусы, кабанчики и еще кто? Их пони в Межигорье. Это самый большой вопрос, самый крупный. Но я вам скажу, чтобы вы знали, может быть кто-то об этом не знал, не слышал. Значит, я являюсь владельцем, официально владельцем дома 620 квадратных метров. Там в Межигорье. Я живу в этом доме с 1999 года. После того, как на меня было покушение в гостинице «Национальная», президент Кучма предложил мне останавливаться, когда я проезжаю в Киев на закрытой территории. И с этого времени я там живу, нахожусь. Затем было два указа президента Кучмы. Потом указ президента Ющенко, где мне передали этот дом в вечное пользование. Но он был на балансе государственного управления делами. Он очень старый. Его нужно было ремонтировать. Я его начал ремонтировать. Отремонтировал. Когда пришла власть, новая, они попытались опять меня выселять из этого дома. Но в итоге поступило предложение, чтобы я его купил. И я за этот дом заплатил своими деньгами, которые у меня были задекларированы. Я продал все, что у меня было в наличии в то время. И заплатил 3 миллиона 200 тысяч долларов за этот дом. Под которым всегда там было 1,7 гектара земли. И я всегда там жил. Все остальное, что там сейчас есть, это не принадлежит мне. Частично я арендовал часть помещений. Но, естественно, я не мог летать на воздухе. По воздуху я ездил по этим дорогам там. И я эти помещения арендовал для того, чтобы выполнять функции главы государства. Это и мой офис, и все остальное. Все, что там показывали, это красивые картинки. Есть реальные собственники. И я думаю, что вы их скоро услышите. Потому что международные адвокаты очень скоро будут обращаться в суды. Потому что эта собственность не является украинской. Вот так. Теперь все разговоры в отношении того, что там мой старший сын, владелец этого. Этого никогда не было. Я никогда даже об этом не слышал. Это придумали уже сейчас. На ходу. Поэтому все красивые картинки, вся эта иллюстрация, которая была сделана по моей дискредитации. Это такой, знаете, политический трюк. И все, что касается, также все, что касается каких-то там средств, денег, собственности за рубежом. У меня никогда никакой собственности не было. Я ей не владел. У меня никогда не было никаких счетов за рубежом. Я публичный человек. У меня все, что было, все было задекларировано. И все было на моих счетах. Поэтому это все пустой звон. Так, коллеги.